Новые приключения Лесси Венди Кокс, Джон Пролвост и Лесси Оператор Роберт Карамико Дрессировщик Роберт Уэзербокс Продюсер Джон Уорд Автор сценария Кэтрин Митчер и Эрик Венербек Режиссер Зигмунд Нойфельд Мой самолет упал! Отличный снимок! Вы пробежались прямо по проводам! Извини! Пойдем сюда! Не трогай! Здесь и трогать-то нечего, все поломано! Что там, Лесси? Пап, иди сюда! Посмотри на это! Что-то древнее! Очень древнее! Может, это индейский рисунок? На этом месте могло быть кладбище Стив, кажется, знает что-то об индейцах Подождем, пока он придет! Дядя Стив! Посмотрите, что мы нашли! Когда-то у меня хранился подобный черепок Это символы племени Чумаш Ахайо это, кажется, луна Хутош обозначает землю Ничего себе! Этому черепку, возможно, около 400 лет Может, здесь еще есть? Их должно быть много! Да! Подождите минутку! Мы уже нашли один ценный индейский экспонат Существуют законы Вести раскопки следует лишь с разрешения индейцев Ваш папа прав И дядя Стив не говорил, что здесь было кладбище Возможно, здесь когда-то была деревня Большая деревня! Огромная! Здесь, наверное, столько экспонатов Остатки целой цивилизации Целый пласт мировой истории Это крупнейшая находка Мы получим вознаграждение за нашу находку Первым ее обнаружил... Ребенок! Маленький индейец Маккалах Точно, ты нашла это первой, Лесси Это твоя заслуга Лесси, ты будешь величайшим археологом в мире Если Лесси прославится, я тоже прославлюсь Кто-нибудь должен быть ее представителем А может и нет Я уже нашел фотографа для нашей статьи А кто это? Я? Я буду делать снимки для вашей статьи Точно, любая газета вцепится в этот интереснейший материал Мы можем заработать три-четыре тысячи долларов Ты и я? Мы разделим на всех поровну Две тысячи долларов? Меган, это поразительно Очень захватывающе Но не стоит мечтать об этом Ты прав, хорошо, тысяча Ты будешь известным, Уилл Я буду богатой и знаменитой Я буду вызывать у всех раздражение Я предвидел это Она захочет опубликовать свои фотографии, я знаю Я помню тебя в ее возрасте Гарвардской экспедиции в Калахаре Да, я хотел стать школьным корреспондентом Но у тебя не получилось, это ужасно расстроился Я тогда переживал Я не хочу, чтобы Меган потом разочаровалась Надо ее усмирить Нам пора приступать к работе Сначала надо вызвать экспертов, чтобы они определили ценность находки Грайс Диккенсен Еще в колледже она была мне как старшая сестра, мой кумир Она работает археологом в университете Феррорайен Отлично! Это потрясающе, мы снова с тобой увидимся, Ди Значит, вы нашли древний индейский экспонат Хорошо До завтра Я? Отлично! У меня все хорошо Да, я с нетерпением буду ждать встречи Да Ах да, Ди Послушай, никому не говори о вашей находке Хорошо? Здорово, что я снова ее увижу Хотя кое-что меня беспокоит Ты боишься, что потолстела? Нет А что, правда? Нет Грейс сказала Никому не говори о находке Может, она опасается охотников за экспонатами? Охотники за экспонатами? Да, воры, мародеры на кладбище Каждый черепок может стоить тысячи долларов Как в фильме «Искатели потерянного ковчега» Точно! Они все выкопают, и мы ничего не сможем доказать Никто ведь не знал, что здесь было Мы их поймаем Послушай, это не отдыхающие путешественники на пляже Это преступники Кажется, мы нашли то, что искали Там, где мы и полагали Глен Ридж Вы можете в это поверить? Да, мне подруга из колледжа Не беспокойся Она доверяет мне Если это окажется тем, что нам нужно Я уволюсь Хватит уже с меня Позвони с Митей И приезжайте как можно быстрее туда Я проучу мою подружку Диди Мне надо сделать снимки для статьи Нам лучше сделать это до приезда археологов Пока они все не раскопали Хотя, знаешь что? Что? Ничего Вспомнила слова дяди Стива Нам не надо никому ничего говорить Хорошо, завтра в обед мы сделаем все необходимые снимки Мы с Лесси встретим тебя после школы В половине четвертого Это место найти совсем нетрудно Они работают, вам никто не помешает Хорошо В половине четвертого Кто вас отвезет туда? Позаботьтесь, чтобы этот человек ничего не узнал о цели вашей поездки в Колорадо Я не хочу, чтобы кто-нибудь был в курсе наших планов Куда ты спешишь, Уилл? Да так, надо кое с кем встретиться Привет, Ди! Что? Я встретил твою подругу Ди? Грэйс! Привет, как я рада тебя видеть Ты совсем не изменилась? С Крисом ты уже познакомилась Это мой сын Уилл Привет! Это мой брат Стив Какая у тебя замечательная семья и дом Ты счастливая Зато я никогда не была в Юкатане Доктор Диккенсен Этот черепок Нашла Лэсси Это целебный сосуд Чумаши Он датируется примерно 16-м столетия Поздравляю тебя, Лэсси Я могу отвезти тебя туда в любое время, Грэйс Мы можем показать вам это место Моя команда сможет приступить к раскопкам Не раньше, чем через два дня Придется немного подождать Скажите мне, когда будете готовы Мне кажется, нехорошо раскапывать чьи-либо могилы Если там, конечно, кто-нибудь захоронен Я знаю, но это в научных целях Мы постараемся быть аккуратными Мы часто имеем дело с человеческими останками И у вас, конечно, есть разрешение на раскопки Да, конечно Стив, мы пойдем Конечно Посмотри фотографии моей дочери Мне нужно идти Навстречу, Уилл Пап, я знаю, это глупо, но Меган говорила о душах индейцев и о их обрядах Пусть Меган не беспокоится, но следует быть осторожным Ведь все знают, что если потревожить могилу индейца, то его душа никогда не обретет покоя и будет мстить Какая зловещая история, Лысин Может, это легенда, а может и нет Несколько лет назад на этом месте шведские первопроходцы основали свои жилища Они выкопали колодец Легенда гласит, что души индейцев, чьи могилы были потревожены, разрушили колодец Шведы заболели, а их светлые волосы выпали Это не такая уж жестокая месть Затем все умерли Да, ужасная история Каждую весну души индейцев дают о себе знать Когда-то поля покрываются золотистым, как волосы шведов, пуха Я видела эти деревья, пух и вправду похож на волосы Это предупреждение белым людям Никогда не тревожьте наши могилы Ты ведь не собиралась раскапывать могилы, Лыси? Это всего лишь история Точно Но все же стоит прислушаться к моему рассказу Пап, мне, конечно, интересно слушать о могилах, мертвецах и тому подобном Но ты не возражаешь? Если мы с Лысей сегодня ляжем спать вместе с вами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мой первый настоящий опыт работы фотографом Когда-нибудь ты станешь знаменитым фотографом лет через сорок Я хочу зарабатывать много денег Сколько ты уже заработала? Ты знаешь, возраст абсолютно не важен Надо лишь обладать хорошим глазомером и знанием композиции Какая же ты самовлюбленная Там кто-то есть Осторожно Нам надо быть незамеченными Что они делают? Кто это? Охотники за экспонатами Они раскапывают могилы Надо их сфотографировать Надо вызвать полицию Уже поздно Надо записать их номер машины Из этого ничего не выйдет Твой разговор со Стивом насчет Калахари явно его задел Я не хотел, чтобы он заранее обнадеживал Меган Мне не стоило заводить разговор о Калахари Это болезненная тема для него Он пошел поговорить с Меган? Нет, он отправился в Калахари А где же Меган? Она тоже куда-то ушла Они еще что-то нашли, а мы совсем ничего не можем поделать Ты ошибаешься Мы можем доказать то, что мы видели Кто поверит двум маленьким детям? А это? Нет, я звоню, чтобы узнать Есть ли у Грейс Диккенсен свой собственный номер? Хорошо, у нас были планы на обед Но я не могу ее найти Очень странно Ее нет? Возможно, я ошиблась Спасибо В университете никто не знает о нашей находке Грейс сказала на работе, что она уехала на свадьбу Что? Она очень разволновалась Когда ты спросила ее о разрешении на раскопки Да? Я почти уверен, что Грейс сейчас находится на месте раскопок Нам надо подойти поближе Аси, веди себя тихо Я не могу в это поверить Скорее, ты не хочешь в это поверить? Крис, дети Точнее, Уилл Был такой странный сегодня? Не волнуйся О, черт У меня кончилась пленка Кто это там? В кустах кто-то есть Крис, Уилл и Мэк думали, что Грейс наша подруга Главное, чтобы дети не столкнулись с ней Надо отнять у них пленку Грейс 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 Это же Грейс Бежим скорее. Уилл, лови плёнку. Плёнку, мальчишки. Поймай его. Прячься, Лесси, прячься. Быстрее. Нам надо сесть в машину. Спасибо. Слава Богу. Вы в порядке. Эти разбойники. Твои друзья? Друзья? Я приехала для того, чтобы производить раскопки на этом участке. Да, я думала, что ты уехала на свадьбу. Грейс, ты была мне подругой. Да? 20 лет назад. Они убежали. Уже не важно. Вы ничего не докажете. Ты была с ними заодно. С кем? У нас есть доказательства. Что ты имеешь в виду? Прости, Ди. Нет фотографий, нет улик. Мам, фотографии есть. Мэгган, дорогая, ты всё сфотографировала. Ты понимаешь, какой опасности ты подвергала себя. Она? А как же я? Ты кинула мне плёнку, я оказался в ловушке. Меня могли поймать. Что я могу сказать? Ты справился. Теперь у нас уже готова статья. Дорогая, твои фотографии показывают по телевизору. Да, вместо двух тысяч долларов мне подарили футболку. Мэг, дело не в деньгах. Твои снимки войдут в историю. Да, это было забавно. Захватывающе убегать от этих двух разбойников. Мне жаль, мам, что ты потеряла подругу. Мне тоже. А ещё, мне жаль, что ты не написала статью в газету. Они присылают других людей для того, чтобы сделать репортаж. Дядя Стив тоже остался в тени. Да, но зато он отправился в Калахари. Когда-нибудь, дорогая, ты станешь настоящим профессиональным фотографом. Когда-нибудь. Привет. Привет. У меня к тебе просьба. Моя команда просит сделать снимки для стен газеты. Правда? Фотограф согласен только на 50 долларов. Ты хочешь, чтобы этим занялась я? Может, за 20? Ты мне платишь? Не ожидала. Да, хорошо. А почему бы и нет? Ты уже профессионал. Сам когда-нибудь. КОНЕЦ Фильм озвучен студией «Инис» по заказу компании «Централ Партнершип». «Инис» по заказам компании «Централ Партнершип». Фильм озвучен студией «Централ Партнершип». Субтитры сделал DimaTorzok